Рабочий день подошел к концу, и это значит информационная служба Тагил ТВ готова поделиться с вами самыми интересными новостями города. Добрый вечер, в студии Елена Терехова. Теперь коротко о событиях уходящего дня. Миллион из Сергея Носов решит все проблемы. Садоводам пообещали уговорить главу города подписать нужное постановление за крупную сумму. Почему сделка провалилась? Дорога в лучшую жизнь. В Нижнем Тагиле задумались над застройкой новых земель. Место уже нашли. Где ждать строительства? Принцесса Монако позвала тагильчанина в гости. Приглянулся первому лицу государства воздушный гимнаст народного коллектива «Аншлаг». Где с ним познакомилась и почему за мальчиком будет наблюдать теперь вся страна? Дорога в лучшую жизнь. В Нижнем Тагиле задумались над застройкой новых земель. Место уже нашли. Деревня Волчевка. Только дороги туда, как оказалось, по документам не существует. Как сейчас до туда добираются местные жители. И когда появится путь в светлое будущее? И там, в сторону Верхневойской плотины, дорога проходит через плотину. Это 11 километров от Черемшанки. Если бы не Василий Николаевич, наша съемочная группа в конец бы заплутала в поисках дороги на Волчевку. Мужчина – коренной житель поселка Баклушино, но через его малую родину говорит, никто в деревню на своем авто не ездит. На то есть другие пути. Полотна пуша железнодорожная использует как дорогу. И до Большой Горевой проезжает. Там намного быстрее. Через Черемшанку пролегает узкоколейка. Уже много лет она в запустении. Ее автолюбители используют как дорогу к деревне. Путь весьма живописный. Лес и Верхневойский пруд. Однако дорогу водителя накатали незаконно. После демонтажа узкоколейки никто не предполагал, что никто не давал в природоохранной зоне строить дороги. То есть это территория, ну как сказать, лесная зона, природоохранная зона чистового, питьевого, прудка Верхневойского. Поэтому никакой там дороги и не предусматривалось никогда. Природоохранная зона и чистый воздух, уверены в мэрии, хорошо скажется на здоровье тагильчан. Задумались над индивидуальной жилищной застройкой. Сейчас в Волчевке из местных лишь семь человек. Деревня оживает лишь в дачный сезон. В таких красотах, решили в мэрии, не прочь будут жить и другие. От города всего 20 минут. Для того построят и дорогу. Уже работают над проектом. В соответствии с поручением главы, до конца полугодия дорога на Волчевку будет проинвентаризирована и поставлена на кадастровый учет. Ориентировочная ее на сегодняшний день длина около 90 километров. Но конечные цифры будут даны по результатам инвентаризационных работ. Место, где будет пролегать, уже выбрали. Асфальтовое полотно проложат через поселок Василия Панькова-Баклушина. Мужчина уже крепко задумался. Лыжи сменить на четыре колеса. Родилась в рубашке. Сегодня под Нижним Тагилом пенсионерку сбил грузовик. Настиг большой груз пожилую женщину, когда та переходила дорогу. Пострадавшая шла в положенном месте. Водитель поясняет, что якобы пешехода он увидел, когда уже находился на пешеходном переходе. Пешеход вышел из-за стоящего автобуса. К сожалению, запись регистратора повергает его словом. Серьезных травм женщина не получила, а делалась ушибом костей таза. После оказания медицинской помощи пенсионерку отпустили домой. Буквально несколько часов назад произошла еще одна авария. На въезде в Алтайский микрорайон, в автозаправочной станции, 56-я маршрутка столкнулась с иномаркой. Машина загорелась. На место выехали две пожарные машины, сотрудники ДПС. О пострадавших пока не сообщается. Льгота будет. Правительство области вновь сжалилось над кошельками студентов и школьников. Продлило постановление о 50-процентной скидке в пригородных поездах. Билеты в половину стоимости смогут получать школьники старше 7 лет и студенты очного отделения вузов, а также училища техникумов. При себе нужно будет иметь подтверждающий документ. Скидка на проезд будет действовать с 1 января по 15 июня. Затем с начала сентября до наступления нового года включительно. Постановление приняли на три года. Миллионы Сергей Носов решит все проблемы. Садоводам пообещали уговорить главу города подписать нужное постановление за крупную сумму. Дачники деньги отдали, только на передачу взятку перехватили сотрудники полиции. Мошенники вышли на председателя сада. Тот пожаловался. Дачники хотят участки перевести в частную собственность. Не хватает лишь подписи главы. Двое предприимчивых подсуетились. За нее попросили миллион двести. Но, как оказалось, в мэрии они никого не знают. И с главой незнакомый тоже. Подозреваемых за обман под стражу не забрали. Но завели уголовное дело. По факту мошенничество в особо крупном размере. Ученики 18-й гимназии взмыли над городом. Помогли пожарные 13-й части. Показали им работу коленчатого подъемника и других машин, которые нужны для борьбы с пламенем. Какие впечатления произвела экскурсия на детей, расскажет Александр Мешков. Изучать пожарную безопасность на настоящих машинах интереснее, чем по учебникам. Дети из дружины юных пожарных 18-й гимназии спешат расширить свои знания. Пульт управления автоподъемником. Коленчатый подъемник – самая высокая машина в Нижнем Тагиле. Она может поднять пожарных на высоту 54 метра. Это примерно 16-й этаж. К счастью, в Нижнем Тагиле тушить огонь на такой высоте пока не приходилось. Она поднимает до 400 килограммов веса, то есть в среднем на каждого человека по 100 килограмм. Начальник караула 13-й пожарной части Юрий Веревкин разрешил детям испытать подъемник. Смелым юным дружинникам это понравилось. Жалуются только, что острых ощущений не хватило. Ну, мне лишнее понравилось, только что-то низкое было. Да, думал, что выше поднимут. На все 16 этажей. Кроме машин, пожарные показали детям свое снаряжение и боевую экипировку. Рассказали о том, с какими трудностями приходится сталкиваться. Когда мы идем в зону задымления и в пожар, мы на себе переносим около 20 килограммов. То есть у нас работа очень тяжелая, очень трудная и очень опасная, если не обучаться. Чтобы узнать работу огнеборцев ближе, в 13-ю пожарную часть регулярно приходят дети из различных школ и детских садов. В летнее время даже бывает, что делают, разворачивают рукава пожарные, показывают, как подается вода. Пожарные надеются, что после экскурсии дети станут обращаться с огнем осторожнее. А кое-кто, может быть, когда вырастет, сам посвятит себя этой непростой профессии. Александр Мешков, Михаил Крюков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Все работы хороши. Выбор профессий сегодня решили обсудить школьники и студенты в Нижне-Тагильском торгово-экономическом колледже. Там состоялся молодежный форум. Какие профессии у тагильчан пользуются популярностью, узнал Александр Мешков. Актовый зал переполнен, потому что выбор профессии для них острая тема. В Нижне-Тагильском торгово-экономическом колледже собрались 11-классники. Ученица 18-й гимназии Вероника Заболотная хочет связать свою жизнь с криминалистикой, но вуз еще не выбрала. Бороться с преступностью и всякое такое. Молодежный форум называется «Профессиональное самоопределение. Престижная работа карьера». Его организуют сотрудники Нижне-Тагильского филиала УРГУ. Они отправляли приглашение на форум во все школы города. Реклама учебных заведений в средствах массовой информации, уверены, они малоэффективны. Мы много лет даем рекламу в различных средствах массовой информации и отслеживаем, имеет ли она, допустим, какой-то такой эффект, чтобы приходили к нам учащиеся. Оказывается, нет. Вот самое главное, что это сарафанное радио. У нас специальные исследования из года в год. Сами ученики жалуются на то, что им не хватает информации о вузах. Наверное, чтобы больше людей приходило в школу из таких вот учреждений, и они говорили, куда поступать, чтобы было легче выбрать. На форуме перед школьниками и студентами колледжей выступили педагоги Уральского государственного экономического университета. Они вручили награды победителям Олимпиады по экономике. Молодежный форум «Профессиональное самоопределение. Престижная работа карьера» проводится второй год. Александр Мешков, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Принцесса Монако позвала тагильчанина в гости. Приглянулся первому лицу государства воздушный гимнаст народного коллектива «Аншлаг». Коронованная особа заметила мальчика на одном из выступлений. Не захотела увидеть его на фестивале цирковых искусств «Нью Дженерал». Конкурс всемирный. Там 11-летний Олег Чмутов будет представлять всю страну. Мальчику подвластно выполнять одни из самых сложных трюков в Европе, рассказывает руководитель коллектива. Иностранное жюри тагильчанин будет покорять номером «Чудак Чарли». Свой талант покажет уже 29 января. Тагильские библиотекари предлагают снять трейлер к жизни Лермонтова. Сегодня они обсудили проект, посвященный 200-летию со дня рождения писателя. Проект «Герой вне времени» включает в себя конкурсы, видеороликов, прозы, поэзии и другие. У него можно попробовать рисовать. Он прекрасно рисовал, поэтому у нас есть конкурс плаката, когда мы предлагаем нашим участникам нарисовать либо плакат, посвященный самому Лермонтову, либо рекламирующий его произведение. Ближайшее мероприятие проекта «Конкурс чечцов» состоится в апреле. Участвовать могут ученики с 5 по 11 класс. Сегодня в библиотеке уже прозвучали стихи Лермонтова. Боюсь не смерти я, но нет. Боюсь исчезнуть совершенно. Хочу, чтоб труд мой дропновенный когда-нибудь увидел свет. Итоги проекта «Герои вне времени» подведут в октябре. Подробную информацию можно узнать на сайте Центральной городской библиотеки. Также там можно оставить заявку на участие. В центре их объектива «Люди» тагильские фотографы организовали экспрессивную фотовыставку. Работы представили незаурядный, полный красок жизни и эмоций. Чем поражает зрителя, пыталась понять Ольга Шульга. Ярость, злость, где-то безумие. Кричащие снимки Андрея Гурова. С фотоаппарата «Молодой человек» не расстается уже 4 года. На сознание арт-объектов рассказывает фотограф, тратит все свободное время. Над каждой фотографией приходится посидеть очень долго времени. На самом деле, вот сейчас я пробую такие штуки, как перерисовку из студийных фотографий в акварельные. И это очень сложная технология, которая занимает более 7 часов. Фотографии делится Андрея, привлекает портретная съемка. Позировать берет непрофессиональных моделей. Коллег, друзей иногда в кадр ловит прохожих. А вот фотограф Елена Плохотнюк к выбору модели подходит с особым трепетом. Для девушки особенно важен типаж. В основном это нестандартные люди. Конкретно представленные в моих фотографиях, это нестандартные люди с татуировками, с пирсингами, с какими-то вызывающими внешностью. То есть сейчас очень популярна нестандартная внешность, популярно нестандартное какое-то мышление. И вот я решила себя в этом попробовать. Первые пробы увенчались успехом. Андрей и Елена вместе с еще одним фотографом Александром Маньковецким организовали фотовыставку. Представили 30 работ. Работы могут показаться спорными. Потому что ребята просили своих друзей, знакомых выразить какие-то эмоции. Там вот есть фотография, она как бы такая называется «Мистер Зло». То есть на самом деле это хороший, очень добрый человек. Его попросили выразить определенные эмоции. Посмотреть экспрессивные работы тагильских фотографов может каждый совершенно бесплатно. Экспозиция «Люди» открыта в фойе Центральной городской библиотеки. Ольга Шульга, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Далее новости спорта. А мне остается напомнить об интересных событиях города. Можете сообщать и вы. За это раздаем подарки. Получить их можно, позвонив по телефону редакции. 4195-51. Сообщение можно оставить и на нашем сайте. tagildefistv.ru Мы же с вами увидимся совсем скоро. Завтра в 20.30. Хорошего вечера. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Комиссионный магазин «Альянс» на Карла Маркса, 22. Покупка-продажа вашей цифровой, бытовой, автомототехники. Телефон 41-73-27. 41-73-27. В Челябинске состоялся чемпионат Уральского федерального округа по легкой атлетике. Легкоатлеты спортивного клуба «Спутник» завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды. Среди юниоров до 23 лет быстрее всех оказались Артем Динмухаметов и Лев Мосин. Среди взрослых спортсменов первое место у Анны Ягуповой. Она быстрее других участников преодолела дистанцию 200 метров. Дистанцию 60 метров Анна оселила третий. Свои коронные 800 Иван Нестеров преодолел вторым. На этой же дистанции серебряным призером стала Ольга Ницына. Второе место спортсменка завоевала и на дистанции полтора километра. Несколько минут назад завершился хоккейный матч «Спутник Титан». На домашнем льду наша команда сразилась с хоккеистами из города Клин. Это четвертая по счету игра в этой серии. В первых трех боях тагильчане потерпели поражение. «Ермак», «Сокол» и «Касцинк» «Торпеда» оказались сильнее. Регулярный чемпионат ВХЛ уже выходит на финишную прямую. Многие не верят в возможность выхода нашей команды в зону плей-офф. О результатах сегодняшнего матча расскажем завтра в новостях спорта в это же время. Комиссионный магазин «Альянс» на Карла Маркса, 22. Покупка-продажа вашей цифровой, бытовой, автомототехники. Телефон 4173-27. 4173-27. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 401207. Редактор субтитров А.Семкин